здравствуйте дорогие друзья спасибо что посетили мой канал где мы с вами говорим о здоровье о красоте молодости хорошем здоровом образе жизни меня зовут виктория андерсон я диетолог нутрициолог и сегодня мы с вами поговорим о желудке мы с вами продолжим тему желудочно-кишечного тракта оставайтесь со мной я постараюсь сделать видео коротким быстрым и понятным все должны разбираться в том как наш организм работает и система пищеварительного тракта как я уже говорила и вы все уже знаете она длиной от 6 до 8 метров приблизительно и желудок это самая короткая часть желудочно-кишечного тракта это самый маленький орган можем так сказать длиной он будет приблизительно 21 25 сантиметров шириной 12-15 ну в общем если мы сложим все в сантиметрах малую кривизну большую кривизну то на скидочку можем сказать из этих 8 метров он будет занимать приблизительно 1 метр да и объем нашего желудка он где-то от полутора до двух литров емкость его но все зависит от того как много мы едим встречаются такие случаи что на желудок может вместить и 5 литров еды но это конечно же редкие исключения но тем не менее это бывает главная задача нашего желудка собирать еду представьте себе что мы идем в лес за грибами у нас корзиночка мы туда складываем хорошие грибочки а когда мы садимся за обеденный стол и приступаем трапезе то мы соответственно складываем нашу еду собираем нашу еду именно в желудке многие думают что желудок расположен у нас вот здесь вот посередине на самом деле он расположен у нас в левой части нашего желота так скажем главная задача желудка это собрать нашу еду а для того чтобы он смог это сделать нам нужно расслабиться и снизить тонус это же мышца и тогда в наш желудок поместится все что мы с вами съели если вы до сих пор читали что в желудке пища переваривается то я вас хочу огорчить желудок ее не переваривает он ее мнет а еще с помощью кислоты которую мы все в народе называем желудочного сока эта кислота она обеззараживает нашу пищу от различных микробов бактерий и мы не получаем никаких пищевых инфекций желудок наш мнет эту пищу и потом его задача заключается в том чтобы он из нашей пищи сделал такую кашеобразную консистенцию в виде пюре и затем он будет постепенно как бы выдавливать такой тоненькой полосочкой нашу пищу в виде пюре дальше вы можете сравнить знаете как когда мы выдавливаем зубную пасту из тюбика вот такой же вот тоненькой полосочкой это будет дальше передаваться в наши органы которых посмотрите опять же мое видео как происходит пищеварительные процессы и кислота не разъедает на желудок потому что она находится в определенном месте и желудок от нее защищен но чтобы вы понимали эта кислота настолько концентрирована что она может совершенно спокойно со временем как бы раз есть даже металл теоретически пища в нашем желудке находится приблизительно от 2 до 12 часов это зависит от того что мы с вами съели строение желудка и слизистой ткани такие что кислота ее не разъедает но это только в том случае если она целая а если уже были какие-либо повреждения или же к примеру хеликобактер надкусил какую-то часть ткани или же таблетка полностью обнулила защитный слой то конечно же это очень и очень опасно для нашего организма и при таком вот повреждении может желудок сам себя сожрать в течение двух недель поэтому к этому вопросу нужно относиться очень и очень серьезно как я уже сказала желудок выдавливает еду тоненькой полосочкой и не всю сразу а постепенно порционно по чуть-чуть опорожняется на желудок в течение от 2 до 12 часов все зависит от того какую мы с вами пищу съели в желудке как и во всем нашем организме естественно определенный температурный режим если мы с вами съедаем какую-то холодную пищу то наш желудок мышца начинает активизироваться и сокращаться гораздо быстрее и это естественно способствует того что желудок оборожняется быстрее а что это значит еда уходит и мы становимся гораздо более быстро голодными избыток газа повышает давление желудка и он его растягивает и при регулярном нарушении он его на желудок растягивает и таким образом координация нашего желудка меняется становится нерегулярной а для нашего желудка это очень и очень важно иметь регулярную координацию потому что здесь он должен сжаться а здесь расслабиться сжаться расслабиться то есть координация очень и очень важно для всех процессов на работы нашего желудка если координация нашего желудка нарушена то даже при скидании маленькой порции наш мы будем ощущать тяжесть желудки такой знаете как бы мы переели нам будет тяжело и казаться что вот что-то с нами не так кстати очень важный момент холодная газированная вода она расширяет желудок и способствует быстрому опорожнению желудка то есть что это значит мы будем с вами голодны очень быстро и представьте себе что с нами происходит с нашим организмом если мы пьем не просто газированную воду а холодненькое пиво к примеру да то есть это еще будет больший вред для нашего организма нанесен воспаление желудка может возникать из-за бактерий которые к счастью там не могут жить долго но такая бактерия как хеликобактер она приживается и к сожалению наносит нам большой большой урон урон нашему здоровью то есть начинает откусывать какую-то часть клетки потом происходит воспалительный процесс и если не заметить не обследоваться вовремя то это может привести на протяжении какого-то времени к страшным заболеванием таких как таким как рак и это конечно же возникает в том случае если мы не обратим внимание на какие-то изменения что с нами происходит если мы не прислушиваемся к нашему организму какие симптомы могут быть желудок может болеть но он может и не болеть вовсе если у нас потеряна вот эта самая чувствительность это самое страшное тогда процессы повреждения воспаления идут нашем организме а мы не идем к врачу потому что нас это вроде как не беспокоит второй пункт это конечно же какая-то может быть жога тошнота тяжесть желудке неприятное ощущение при потреблении пищи или же после того как вы поели неприятный запах изо рта это тоже очень важный симптом обратите на это внимание и если у вас такой неприятный резкий запах изо рта имеется на протяжении пяти недель вам не просто нужно идти на обследование обижать к врачу и конечно же сделать все необходимые сдать анализы терапевт вас сначала посмотрит потом у нас естественно отправят гастроэнтерологу гастроэнтеролог примет уже дальше какие-то следующие шаги к вашему обследованию может быть это будет гастроскопия где возьмут биопсию и иногда выявить болезнь желудка можно даже и хорошим рентгеном так что не бойтесь идите к врачу прислушивайтесь к своему организму и не затягивайте этот процесс ничего страшного с вами не будет даже если у вас есть какая-то болезнь серьезно на ранней стадии вас желудок ваш обязательно вылечит главное поставить правильный диагноз назначить правильное лечение и с помощью каких-то препаратов в течение четырех восьми недель вы будете совершенно здоровы и прекрасно себя будете чувствовать но главное не полагаться это на кого-то а брать свое здоровье свою жизнь свои руки и действовать если вашем регионе к примеру нету гастроэнтеролога то сейчас очень много разных онлайн групп с великолепными врачами которые написали множество книг которые грамотные которые преподают в медицинских институтах и запишитесь такую группу не нужно как бы опускать руки а нужно действовать потому что кроме вас ваше здоровье никому не нужно так что пожалуйста мои дорогие обратите на себя внимание на свое здоровье не откладывайте это на потом или вот сейчас я приму какую-нибудь таблеточку обезболивающее какое-то средство не станет легче все будет хорошо и как бы я выздоровею нет нужно правильный грамотный диагноз поставить и серьезно отнестись к вашему организму к желудку данный момент но спасибо мои хорошие что вы были сегодня со мной видео сделал таким коротким и постаралась во всяком случае и в следующий раз если вас заинтересует пишите под этим видео мы с вами поговорим как помимо химических препаратов мы можем помочь своему желудку с помощью каких-нибудь народных средств и каких-нибудь дополнительных мне не знаем препаратов ну типа бадов то спасибо еще раз что были вы со мной и сегодня спасибо за то что вас становится меня все больше и больше всех вас очень и очень люблю и до новых встреч на новых видео с вами была любящая вас виктория пока и и